Снова здравствуйте, это вновь Катава Шо-Джо. А, окей, продолжаем. Да, в прошлый раз мы встретились со странной Лолей, которой мне на самом деле сказали, что она здесь старше всех. Ну, может быть, не буквально всех, но старше всех главных персонажей? Короче, неважно. Пожалуйста, будь осторожным. Ты достаточно крепкий, чтобы спокойно перенести такого рода происшествие, но в школе есть ученики, которые от подобного могут пострадать. Девочка красненится стыда и начинает мяться на месте, как ребенок, которого отчитывают за плохое поведение. Это выглядит так мило, что я не могу сдержать улыбку. Я знаю, я, эм, я просто... А, мне надо спешить. Учитель мне голову оторвил. Я обещал помочь с распечатками, а вместо этого пошла бегать. Извините, но мне надо переодеться и все такое. Прежде чем мы успеваем что-либо произнести, Эмми срываетесь с места и бежит дальше по коридору, который без нее становится гораздо тише. Такой странный звук был, когда она убегала. Я имею в виду у нее странные ноги в то же время, но интересно, как они это записывали. Часто здесь такое случается. Насчет бега по коридорам в Ямаку особенно строгие правила. Ну, естественно. Но, похоже, это редко останавливает Эмми. Она качает голову и сдержанно улыбается. Боюсь, не в наших силах как-то повлиять на нее. Что ж, пойдемте. Лили отправляется дальше по коридору, и Ханакас, похватившись, следует за ней. Я легко восстанавливаю в памяти дорогу в комнату, которую эти двое используют для чайпитий, поскольку был там только вчера. Лили и Ханака немедля принимаются за подготовку к ланчу. Это ведь та же комната, верно? Да. Не успеваю я развязать свой сделок с едой, как Лили достает термос и чайные пакетики, а Ханака раскладывает ланч. Не понимаю людей, которые используют термосы. Не знаю, вроде бы ерунда, да? Ты туда наливаешь чай, либо некоторые наливают даже суп. Мне всегда казалась еда, которая не... Мне всегда казалась отвратительной еда, которую не только что приготовили, а которая, знаете, была в банках или в термосах. Я понимаю, что это никакой разницы, в общем-то. И что просто разогреть, и будет то же самое. В общем-то. Но, не знаю, мне всегда это противно. Окей. Так вот, зачем вы приходите сюда почти каждый день. Да, мы с Ханакой обычно едим здесь. Для нас обеих это место лучшее, что можно найти. Учитывая, как Ханака реагировала на мои попытки пообщаться последние пару дней, я понимаю, что это к лучшему. К тому же так Лили удастся рву, урвать... Удаётся урвать несколько минут тишины вдали от своего класса. Я сажусь за стол последним, когда мой чай уже налит. Налит? Налит. Чем больше времени провожу я с ними, тем больше вижу в них полную противоположность Миши и Шизуна. Резкая прямолинейная манера общения с Шизуной заметна даже без голоса, а Миша может найти общий язык с кем угодно. В то время как Лили является собой воплощением мягкости и учтивости. Аханака самая застенчивая девочка из тех, кого я знаю. Как тебе живётся в Ямаку, Хисао? Кажется, тебя что-то беспокоило. Я время от времени теряюсь, но меня налетает в коридорах. В остальном всё не так уж и плохо. Ты очень плохо выглядел после столкновений. Точно в порядке? О, я думал, она вообще со мной не заговорила. На какой-то момент меня охватывает желание рассказать им о своей болезни, но я сдерживаюсь. Почему-то мне неловко говорить об этом малознакомым людям, пусть они не настолько дружелюбны. Я имею в виду, ты в школе инвалидов. Ты вполне можешь рассказать, в чём твоя проблема. Это так-то. Ерунда, просто опешу от неожиданности. Судя по выражению их лиц... Их лиц. Их лиц они не верят мне, но всё равно не настаивают. Должно быть из уважения к моей частной жизни. Полагает... У меня нет жизни. Полагает одно из местных негласных правил. Не спрашивай. Даже если проблема очевидна, как у Ханака, всё равно есть рамки, и история её возникновения находится за ними. У каждого есть что-то, о чём ему неудобно говорить. И я думаю, все здесь это понимают. Надо было мне всё-таки перед тем, как снимать этот эпизод, сходить в магазин и купить себе что-нибудь попить. Так, вы давно здесь учитесь? Похоже, вы тут неплохо ориентируетесь. Но я здесь сначала в старшей школе, но переехал в общежитие только год назад. Ханака тоже перевелась в начале старшей школы и сразу переехала в общежитие, если меня не изменяет память. Верно, со старшей школы. Тогда же вы и познакомились. Именно. Ханака живёт в соседней комнате, так что это вполне естественно. Правда? Правда. Да, конечно. Соседство с кем-то, возможно, является уже достаточной причиной, чтобы подружиться, хотя думаю, что слепота Лили тоже сыграла в этом роль. Не могу себе представить, чтобы Ханака легко подружилась с кем-то, кому пришлось бы нарочно отводить взгляд от её шрамов. Кстати, действительно имеет смысл. Она шрама не увидит. Беседа истекает, и мы принимаемся за ланч. Проходит немного времени, и звон колокола возвещает... Это громко, чёрт, побери. Звон колокола возвещает окончание перерыва. Девушки убирают свои ланчи так же быстро, как и доставали их, и я следую их примеру. Думаю, мне пора идти. Ты пойдёшь с Хисао, Ханако? О, фак, я, нига. Бой? Так, Ханака смотрит на меня несколько мгновений, ясно... Несколько мгновений, ясно видно, что она подумывает пропустить урок, возможно, просто, чтобы не входить в класс вместе со мной. Да дай джобу, челакс. Расслабься, да. Даже не зная, что и думать, Ханако действительно очень легко задеть, если неврально взглянуть на неё. От этого я тоже начинаю немного нервничать, но стараюсь отогнать это чувство, пытаясь вести себя как можно более естественно. Тогда нам надо торопиться. Тахапиться. Торопиться. Судя по звонку, урок уже начался. Наклоняясь за тростью великий вайт нам на прощание, мы с Ханако выходим первыми. О-е-е, нига. О-е-е. Гелин сам пусси, мэн. На самом деле нет. Мы быстро идём пустыми коридорами к нашим классам. Когда мы достигаем дверей класса 3.2, в котором учится Лили, та поворачивается ко мне. Хисао, спасибо за то, что разделил с нами сегодня трапезу. Спасибо проблем. Чувак. В смысле, Тян, в смысле, сестра, я не знаю. И тебе спасибо, Лили. На этом наши пути расходятся. Лили заходит в свой класс, оставив нас и Ханако, который всё ещё выглядит так, будто хочет сбежать. Ну что, ты уверен, что хочешь пойти на урок? Да. Тогда ладно. Мне хочется сказать, что есть что-нибудь ещё, но сложно придумать что-то уместное, да и к тому безопасное. Лили была права. Чем-то лучше мы будем мешкать, тем больше потом придётся объяснять. Я открываю заднюю дверь класса и вхожу. О, опять этот хрен. Учитель смотрит на меня и открывает рот, чтобы что-то сказать. Но когда за мной входит Ханако, он просто кивает там и продолжает урок. Вот уже в третий раз опоздание Ханако игнорируется. Определённо этому должно быть какое-то объяснение. Мы идём к своим местам, и я замечаю, что Миши и Шизуна тоже отсутствуют. Прекрасно. Честно говоря, они мне не нравятся. Я не знаю, они какие-то слишком агрессивные. Интересно, это какое-то неофициальное соглашение с персоналом или прерогатива для особых учеников этой школы? Стараясь не шуметь, я достаюсь из сумки нужного учебника и начинаю нагонять остальных. Урок проходит спокойно. Вопреки моему первому впечатлению, Мута... Мута? Оказался неплохим учителем. А, окей. Оказался неплохим учителем. Ему удаётся интересно подать материал. Однако методика преподавания у него всё же странная. Как будто он считает, что мы гении от рождения. Не понимаю, к чему-то, но... С последним звонком я понимаю, что до конца дня мне абсолютно нечем заняться. Странно, в больнице у меня целые дни были свободными, но в этой школе задача по заполнению значительно меньшего количества времени кажется более трудной. Все остальные ученики покидают класс, оставляя меня наедине с учителем. Мута проверяет листки с заданиями, над которыми мы сегодня работали, и делает в них пометки красной ручкой. На секунду оторвав взгляд от бумаг, он замечает меня и может в лоб. Что-то хотел на кайф? Я вздрагиваю от неожиданного обращения ко мне. Но, наверное, это естественно, что у нас здесь завод беседовать, больше в классе никого нет. Ам, ничего? Я думал, чем бы заняться после школы. Учитель закрывает ручку колпачком... Это, не знаю, странно. Колпачекю! Эй, 2010-й! И равняет ставку бумаг, дважды стучая ей по столу. Или это был 2009-й, я не помню. В этот момент своей педантичностью он напоминает меня Шизуны. Впрочем, его неторопливость и расслабленность сразу же стирают это впечатление. И что он одумал? Я хочу вступить в кружок, но пока не решил в какой. Походи на собрание разных кружков, может что ей понравится. Пожалуй. Но я... Я не знаю, как вести себя с людьми, то есть с остальными учениками в этой школе. Я с ними общаюсь и все такое, так что не подумай, что я от них закрываюсь. Просто не могу взять толк, как мне относиться к их инвалидности. Совсем... Извиняюсь. Я поел недавно. Совсем не обращать на это внимание было бы невежливо, а игнорировать как-то странно. В обоих случаях получится, что я веду себя неправильно. Учитель рассеянно чешет щеку. Не стоит делать из этого проблему, вот и все. Она существует лишь у тебя в голове. Ведь ты можешь нормально разговаривать с человеком, независимо от того, слеп он или нет. Прекрати постоянно думать об инвалидности собеседника. Все здешние ученики – обычные дети, чтобы тебе не казалось на первый взгляд. Вчера Юка говорила мне то же самое. Конечно, они правы, но не думать об этом слишком тяжело. Как можно игнорировать, например, глухотушь из луны или общаться с ней, если общаться с ней возможно только через Мишу? Или Ханака, как посмотреть ли в лицо не обратить внимание на шрамы? Но... Меня прерывает грохот, распахнувшись... О, нет, о, нига, убирайся отсюда. Учитель! Сэнсэ! Миша вламывается в кабинет, скинув руку в бойком приветствии. Ее оглушительный возглас мог бы поднять мертвых из могил. Она марширует к учительскому столу, размахивая руками в шаг с шагом. В шаг с шагом! В такт шагом! Боже! Мута, оторопевший от громозвучного машиного вторжения, Мишиного, все-таки машиного, буду ошибаться, откидывается на спинку стула. Микадо! Миша замирает, оглядываясь по сторонам. Она явно не понимает, чем вызван его сердитый тон. Да? Я уже неоднократно просил тебя убавить громкость. Да! Ответ ее не менее громогласный, нежели приветствие. Мута сдается и устала протирать глаза. Ну так что ты хотела? Мне, нам нужна помощь. У нас кончились материалы для фестивальных стендов. Только, пожалуйста, не надо меня к этому припирать. Близ. Это беда. Она размахивает розовой полоской бумаги. Ну так принесите еще из кабинета рисования. В чем проблема? О, кабинет рисования. Я так понимаю, как раз это безрукое будет. Фанера. Вся проблема в фанере. В прошлый раз, когда нам понадобилось больше, ее запасы там уже подходили к концу. И мы просто взяли всю оставшуюся, и нам вроде бы хватило. Теперь ее там совсем не осталось. Вы случайно не знаете, где есть еще? Нет, случайно не знаю. Шичан. То есть президент сказал, что учитель все же сможет нам помочь. Она ошиблась. Миша не замечает, что у Мута крайне страдательский вид. Будто он морщится всем своим существом. Пока идет... Существом? Довольно тяжелое слово для произношения. Существом? Боже, тяжелый. Пока идет разговор, на Мута больно смотреть. Словно ему сверлить череп, при этом включив на полную громкость поп-музыку. А в чем проблема с поп-музыкой? Киарю памю памю, нигер. Должен понимать, что... Как бы... That's where it is. Короче. Увы, я не в курсе, есть ли в школе фанера вообще. Я понятия не имею, где она может лежать. Что же мне делать? Попробую заискать господина Номию. Он должен знать. Он, правда, скорее умрет, чем расстанется с ней, но это уже отдельный вопрос. А, но я спешу, мы слишком заняты. Она хватается за голову и в отчаянии мечется взглядом, с стороны в сторону даже не замечая, что смял записку у себя в руках. Сейчас наверняка на меня, брат, сетимания. У меня даже нет времени искать все это. Мы убиваемся из графика, у нас и так полно рабоны. Мута пристально смотрит на нее и вдруг улыбается. Лучше бы он этого не делал. Улыбка ему совершенно не к лицу. Может вам найти временного помощника, но вот пожалуйста. Он приводит на меня сосредоточенный взгляд, как бы говоря, ну же, ступай, заведи друзей. Нет. Э, думаю, я мог бы... Не-е-е-ет. Правда, спасибо, Хитчан, ты такой милый. Но... Не-е-е-ет. Она вдруг озадаченно замирает, вглядя так, будто только что заметил мое присутствие, и даже удивленно вскрикивает, указывая на меня пальцем. А что Хитчан сделает здесь в такое время? Ведь уроки кончились, пора гулять и веселиться. Нас был небольшой разговор. Только не это, тебя оставили после уроков, у тебя неприятности, Хитчан. Нет, у меня все в порядке. Учителю, Хитчан неприятности? Ничего подобного. Мута тяжело вздыхает, и я понимаю, что сейчас самое время избавить от наслёливой Миши. Итак, что вам нужно? Вот список. Если в кабинете рисования нет фанеры, я попробую поискать где-нибудь ещё. Я не уверен, беру протянутую записку. Я помогу вам, но это не значит, что я готов вступить в совет. Ясно? Ясно. Всё равно спасибо, хитчан. Только побыстрее. Мы строим киоски прямо сейчас. Надо спешить, спешить, спешить. Я впечатлял это как косяки. Она вылетает за дверь, а мы с учителем смотрим друг на друга молчальем в согласии. Радуйся, Накай, теперь тебе есть чем заняться. Пожалуйста, не так самодовольно. Мелким аккуратным почерком, принадлежащим, без сомнения, Шезуны... У меня задоложил нос. Ах! На святом листке написан перечень, необходимый для фестиваля материалов. От краски до фанеры. Я тяжело вздыхаю. Тогда я пойду. Я машу списком учителей и выхожу в коридор. Эх! Ближайших к нашему в кабинету располагается класса 3.1 и 3.2. По правой стороне и 3.4 по левой. Все двери выглядят совершенно одинаково. Дальше по коридору с одинаковыми дверьми находятся кабинеты для проведения уроков, как я считал, неиспользуемые. Наверное, кабинет кружка рисования где-то среди них. Да, пришло время без рукой. Я аккуратно открываю последнюю в коридоре дверь и заглядываю внутрь. За ней оказывается классная комната, но либо неубранная, либо вообще неиспользуемая. Я не ошибся дверью? Парты и стулья покрыты тонким слоем пыли, беспорядки расставлены по комнате. В куст стоит несколько мольбертов, похоже, я не ошибся. Комната залита светом из огромных окон, на партах лежат тени. Окон? Окно. Окон. Окон. Офак. У меня бывают проблемы с русским языком. Вот эти ударения некоторые. Облачка пыли танцуют в недвижимом воздухе, делая лучший света почти осязаемыми. Ради смеха я обращаюсь к пустой комнате. Есть кто до... Заметив что-то краем глаза, я останавливаюсь на середине фразы. А вот и она. Да, ногами. Гаддэмит. На парте сидит коротко стриженная девушка, к моему удивлению, в мужской школьной форме. Между пальцев ног у нее зажата вилка, на которую нанесен кусочек еды. Такой необычный способ принятия пищи вызван очевидным отсутствием у нее рук, но еще больше меня ошеломляет само ее присутствие здесь. Как же я ее рач не заметил? Она сидит в углу неподвижной и на первый взгляд кажется предметом обстановки или статуи. Я сегодня совсем не внимательно. Действительно, не заметить безрукую тян... Точнее, да, безрукую тян... Ээээ... В классе. Ээээ... Девушка застыла на месте, уставившись на меня огромными зеренными глазами, как ролик свете фар. Она смотрит на меня, держа вилку открытого рта. Я смотрю на нее, разинув рот, внезапно вспомнил, что остановился на полусловии и пытаясь решить, стоит ли заканчивать фразу. Мы лучше застыли в тишине, нарушаемой лишь ритмичным тиканьем на стенах шлифт часов. Привет. Девушка отправляет вилку в рот и выжидательно на меня смотрит, пережевая еду. Я чувствую себя неловко. Привет. Меня попросили забрать отсюда кое-что. Для фестивальных киосков, смотрите. Я не думаю, что тут кто-то есть. Никого нет, именно поэтому я тоже сюда пришла. Она накалывает на вилку следующую порцию. Мне вообще пофиг. Тогда разве это не значит, что здесь есть ты? Это так странно! Ааа! Она приподнимает брови, как бы сомневаясь в верности моего замечания. А ты наблюдательный, полагаю, что так. А ты кто? Прямленная девушка, не правда ли? Меня зовут Накай, Хисау Накай. Я только в понедельник перевелся. Меня Рин. Тезука Рина. Рин Тезука. Окей. Руку я тебе не пожму, но теперь мы хотя бы знаем, кто есть кто. Такое лицо еще. Это здорово. По ее серьезной манере разговору трудно определить, шутит ли она насчет рукопожатия. Шутки на эту тему кажутся совсем неуместными, и это меня беспокоит. Да расслабься, боже. Раз ей норм, значит ты всем норм. Я полагаю. Пока я пытаюсь выяснить, что у меня сна, что нет, девушка теряет ко мне интерес и переводит голодный взгляд на еду. Могу я продолжать ланч? Если ты не против моего присутствия, я не против твоего. Если тебе нужно что-то взять, то все хранится в конце класса. Конечно, продолжай, но ланч, учебный день уже кончился. Тогда, как бы ты это назвал, нет специального слова для приема пищи между ланчем и обедом. И обедом. Меня это тоже беспокоит, но я не знаю, какое слово подобрать. По крайней мере, есть слово между завтраком и ланчем. Разве нет? Нет, 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 подождите. Нет, есть между завтраком... Подождите, завтрак и обедом. Бранч, разве нет? Брекфаст плюс ланч. Бранч. Есть слово бранч. Это я не выдумываю. Есть такое слово. Я, правда, не помню, где оно находится. Между обедом и ланчем или между завтрак... Я не помню. Есть, короче, слово бранч. То есть ланч плюс брекфаст. Окей. Не думаю, что между ланчем и обедом следует что-то есть. Но я голодный, и иначе мою восхитительную еду пришлось бы выбросить. У меня тут карри, очень вкусная. Решительным движением ринстома поднимается зажатая между пальцами на киев вилку и по меньшей мере ньюжитивы указывает ей прямо на меня. Так что на кае, какими судьбами ты здесь оказался? Я думал, она меня сейчас кормить ногами будет. Как я уже сказал, мне поручили поискать некоторые вещи. Нет, в школе. Судя по внешнему виду... Нет, в школе. Судя по внешнему виду, ты вроде здоров. Проблема где-то внутри. Я в полном замешательстве не могу из себя ничего выдавить. Я попробую угадать. Я хорошо угадываю. Лучше, чем большинство людей. Рин прерывает меня, прежде чем я успеваю ответить на вопрос или как-то его обойти, не зная, что бы я выбрал. Я снова оказываюсь перед этой проблемой. Я еще никому не рассказывал здесь о своем недуге. Недуге? Фак, каждый раз. Впрочем, возможно, лишь потому, что об этом никто не спрашивал. У меня сложилось впечатление, что игнорирование таких вопросов в часть здешних общественных норм, как сказал учитель. Интересно, могут ли люди здесь найти общий язык? Наверное, не легче, чем любые обычные люди. Все. О, фак. Я не могу понять условия, в которых находятся шизуны или лили. Или лили. Разумеется, пока я об этом размышляю, Рин с глубокомысленным выражением лица продолжает обдумывать, что со мной не так. Она помещает вилку в рот и откидывается назад, устремляя взгляд в потолок, как если бы там был написан ответ. Лучше света из окна освещает ее лицо, создавая на другой его половине маску тени. Вряд ли дело в твоей голове. Какая-нибудь кишечная проблема была бы банально скучной, как мой обед. Да вдобавок пресный. Должно быть проблема у тебя, что... Окей. Такое утверждение в духе пьяного Шеллока Холмса, а также полное отсутствие такта, с которым это преподносится, застает меня врасплох. Наверное, я неосознанно отстраняюсь, потому что глаза Рин расширяются от изумления и восторга. Так значит, я права, у тебя что-то непорядка с пришенталами. Окей, знаете, раньше я как-то относился к... Ну, я не знаю, я как-то видел... Видел картинки этого персонажа, и я как-то, знаете... Она не особо мне нравится. Ну, теперь это довольно забавно. Все еще в шоке, но осознавая необходимость как-то отреагировать, я выдаю первое, что приходит в голову. Нет, ничего подобного, у меня проблемы с сердцем, аритмия. Я произнес это, скорее, конечно, выпалил, но все же сказал вслух. Девушка кривит губки и сердит, и на меня смотрит, будучи явно очень расстроенной. Как скучно, проблема в штанах была бы куда более позорной. Что это за реакция? Извини, что подвел. Я тебя прощаю, просто я коллекционирую людей, и иметь человека с... Ну, знаешь, такой проблемой было бы очень здорово. Коллекционируешь людей, людей с разными проблемами. Так ты что, просто типа ходишь и спрашиваешь, что у них, что с ними не так? Именно так. Окей, понятно. Говорить больше не о чем, Ирина возобновляет обед, а я продолжаю думать над тем, что она сказала. Я впервые рассказал кому-то о своем недуге. Недуге. Фак, гад, фак ми, нига, фак ми, нэс. Все остальные либо уже знали, либо слышали об этом от кого-то еще. Или же им до настоящего момента не обязательно было узнать об этом, как и всем прочим ученикам этой школы. Мне следует об этом упоминать при знакомстве, от меня этого ожидают. Привет, меня зовут Хиса, у меня серьезные проблемы с сердцем. Так мне теперь представляются люди. Мне кажется, лучше в такой ситуации, я, конечно, не эксперт. Не знаю, если спросят, то почему бы не ответить, верно? Просто не надо навязываться, это такая неочевидная вещь. Просто большинство здесь достаточно очевидно. Видно, что человек... Ау! Ау! Я ударился. Видно, что человек без ног, видно, что человек без рук, видно, что человек там... Не знаю, у него проблемы с передвижением, да? Он там с закрытыми глазами или с открытыми, но как бы с тростью и так далее. Но в случае с ритми, это... Если человеку интересно, он спросит. Тебе не обязательно всем прям навязывать, мне кажется. Как будто наши болезни характеризуют нас. Что за мерзкая идея. Или, может быть, у этой тэдзуки просто странный интерес к подобным вещам. Когда я иду в конец кабинета за вещами измешанного списка, мне представляется шанс понаплетать за один краем глаз. У нее светло-каштановые, почти рыжие, короткострижные волосы. Это светло-каштановые? Я не разбираюсь. Без рук с длинными волосами было бы, наверное, трудно управиться. Из-за мужской школьной формы и отсутствия рук она выглядит очень худой, почти тощей. Ну, не знаю, она не выглядит тощей. Она ничем особо не привлекательна, разве что темно-зелеными глазами, которыми она беспрестанно моргается под короткой челки, даже когда ест. Из-за теней и расстояния создается ощущение, что они вообще не отражают свет, а наоборот, поглощают его полностью, как глубокие колодцы. Движения ног так же ловки, как и движения рук обычных людей. Однако, когда смотришь на это, может стать не по себе, особенно когда ногами едят. Во всяком случае, я себя чувствую немного неловко. Я стараюсь не думать о слове «неестественной», но уже поздно, да? Я продолжаю шарить по ящикам и полкам, но со временем молчание становится слишком неудобным, поэтому я пробую разговаривать с этой странной девушкой. Ты всегда ешь одна и так поздно? Или заходят случайные посетители? Посетители? Наверное, ты мой первый случайный посетитель. Но я не всегда ем одна. Иногда я ем с определенным человеком на крыше, если она не носится где-нибудь. Носится? Не выстало ли, верно? Она увлекается спортом. А, это все, что приходит мне в голову в качестве ответа. Мы 100 погружаемся в молчание, пока Ринда едает остатки своего обеда. Это 100 пудовок до Лоля. Который не Лоля, верно? Который блондинка без ног. Я смотрю на свою поколажу, сверяясь с меньшиным списком. На этот раз я правильно, мне показалось, что я не правильно сказал. Мне показалось, что я сказал Машину. Похоже, я достал все за исключение фанеры. Естественно. Эм, ну, думаю, я все нашел. Молодец, можешь идти, я не возражаю. Я все равно собирался дремнуть. Тебе ведь нужно делать с этими вещами то, что собирался? Или, может быть, тебе нравится наблюдать за спящими девушками? Я не уверен, как это следует понимать, но Рин выглядит серьезно. Даже если бы ей нравилось, думаю, мне пора. Еще увидимся, Тезуга. Можешь звать меня Рин. Факе, Нига. Конечно, без проблем. Наверное, я не знаю. Думаю, на данном этапе наших отношений я могу тебе такое позволить. Я собираюсь уйти, но поддаюсь внезапно нахнувшему на меня желанию сказать что-то еще. Хорошо, тогда я Хисао. Тогда да. Рин смотрит на меня прямо в упор на угрожающего чувства, которые обычно бывают в такой ситуации, не возникает. Будто она на меня и вовсе не смотрит. Она пару раз моргает, и я не могу понять, почему внезапно между нами повисла пауза. До встречи, Хисао. Кажется, на ее лице мелькает тень улыбок. Такое лицо! Я тихо прячусь вон из комнаты. Закрыв перед лицом дверь, я шевчу. Какая загадочная девушка. Искладца приглушен, нараспев слышится. А я слышала. Окей, Настя. Что она слышала? Я вздраги от неожиданного появления Миши, чего приближения я не услышал, несмотря на тишину, царевшую в коридоре. Знаете что? Блин. Учитывая вот этот вот... Рин ничего, в общем-то. Если мы закончим Ханака Рут, можно будет Рин пройти. Я, в общем-то, не против. В плане... Ну, если, конечно, кому-то еще захочется, блин, смотреть очередные, наверное, эпизодов 20, покатал еще что-то. В чем я, в общем-то, сомневаюсь. Так. Каким-то образом она подобралась ко мне на расстояние прыжка, не издав ни звука. Мурашки по коже. На мгновение я вспоминаю про сумасбродную теорию Кенжа о всемирном тайном обществе феминисток, но тут же отбрасываю эту мысль подальше. О, нет. Они мне совершенно не нравятся. Ну, ладно, еще Миша. Но вот эта пошла нафиг. Шизу настоящая чуть поудаля от Миши выглядит отчужденно, поскольку не могла услышать замечания, привлекшего внимание Миши, но Миша явно возбуждена. Я просто, я не знаю, не люблю вот это, типа, знаете, ааа, такая тихая, умная, в очках, строгая... Не знаю, тошнит. Нет, постой, важнее кто там. Сегодня в кружке нет занятий. Она пытается с любопытством выглянуть из-за меня, несмотря на то, что закрытая дверь не даст ей ничего увидеть. Что вы здесь делаете? Тебя так долго не было, что нам пришлось идти и проверить, что случилось. Нехорошо, Хитчан. Она грозит мне пальцем. Лучше бы она мне своими бурами грозила. Я нашла... Я говорю про буры. Я не про грудь. Я не знаю, мне показалось важным уточнить. Я не знаю, почему. Я нашла фанеру, но остального до сих пор не хватает, потому что ты капуши. А, прости. Я все нашел, как раз собирался принести. Думаю, ты нас малость подвел, Хитчан. Интересно, кто это там с тобой был. Да отвали! И Миша что-то быстро говорит Шизуна, пару раз указав на свое ухо. Шизуна тут же протискивается на меня к двери и открывает ее. Могу только представить тот шок, который она сейчас испытает. С ее трудолюбиями и жизненными принципами ей не под силу вынесет дерзость, с которой некто осмелился портить школьное имущество, используя его в качестве поверхности для сна. Действительно, она смотрит на Рин, застыв на месте, и только ее плечи едва заметно дрожат, как мне кажется, из-за подавляемой ярости. Ну, не люблю, не люблю таких вещей. Вместо того, чтобы взорваться, Шизуна сделав несколько глубоких вдохов, поправив очки и с шумом захлопнув дверь, принимается неистово жестикулировать Миша. Может быть, она и взорвалась, только я этого не понял. На меня она тоже бросает тяжелый взгляд, как будто я был каким-то образом вина о том, что Рин спит на одном из столов. Надеюсь, у нее не возникло никаких сомнительных идей насчет причин моей задержки. Эй, голос Рин доносится из-за закрытой двери, и через пару мгновений я понимаю, что для нее может быть проблематично открыть ее. Я открываю дверь, Рин стоит сразу за ней, глядит на нас полу-заинтересованно-полусонно. Прости, полу-заинтересованно? О, какое же странное у нее лицо. Привет. Окей. Нистый звук, так что это вытворяете? У вас нет абсолютно никакого права использовать школьные имущества для таких постыдных занятий? Постыдных? Как внезапно народу-то прибыло. Не знала, что я так популярна. Сложно сказать, довольна она таким поворотом событий или нет. Во всяком случае, она игнорирует выговоры Шизуны и Миши, так что им ничего не остается, кроме как оставить эту тему. Шизуна стучит Мишу по плечу, указывая на Рин и делает несколько быстрых шестов. Неважно, насколько вы популярны, пожалуйста, больше так не делайте. Прости? Кстати, как продвигается ваш проект? В фестивале все будет готово. Не зирая на давление, оказываемое ледяным взглядом Шизуны, Рин смотрит на них вполне непринужденно и вообще без участия. Я тоже постоянно об этом размышляю. Окей, и задумаюсь над этим серьезнее. Когда Шизуна получает ответ Ринап Миши, то недоступленно хмурится. Мист и Зуха, пожалуйста, попытайтесь подойти к этому ответственнее. Будет катастрофа, если стена будет выглядеть так, будто кто-то шевернул в нее свой обед. Рин утвердительно кивает. Обязательно задумайся серьезнее. Миша в ответ хихикает, но Шизуна не думает этого делать, даже после перевода. Она только качает головой, забирает у меня материалы и уходит в сопровождение Миши. Рин задумчиво хмурится, наблюдая за удаляющимся дуэтом школьного совета. Как грубо. Однако это правда. Не надо закончить проект до выходных. Если не закончу, последствия будут печальными. Конец того мира, который мы знаем. Как конец недели, только еще печальнее. Гораздо печальнее. Наверное, отложу свой сон на необозримое будущее. Окей. Я уже собираюсь спросить, над каким проектом она работает и что за эклиптические последствия, но она уходит обратно в кабинет. Не мог бы мне помочь, раз ты ничем не занят. А, окей, без проблем. Банка с краской не влезает в мою сумку, но она мне нужна. Здесь притормозим. Посмотрим, как дальше мы сможем помочь без рукой. Рин, то бишь. Она прикольная. Она мне понравилась. То есть, забавный персонаж. Да, если вам понравился этот эпизод, то поставьте лайк. Подпишитесь. Оставьте комментарий. Потому что это помогает продвижению канала. И, да, до встречи. До следующего эпизода Котава Шо Чо. Не знаю, мне весело. Надеюсь и вам. До встречи.